Добрый вечер! Время итогов дня. О событиях в стране расскажем вам мы, Дмитрий Двойнев. И Динара Жанбатырова. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. И в начале выпуска коротко о главном. Горят новые дома. С нарушением пожарной безопасности построили жилье для переселенцев на севере страны. Засуха ни при чем. Почему на Востоке сено подорожало в три раза? В причинах разберемся. Отложили новоселье. Около 500 дольщиков в Караганде бьются за свои квартиры. Теперь станете первыми. Такое напутствие Ельбас дал молодым спортсменам Курдайского района, где сегодня лидер нации посмотрел, как работают в небольшом селе спортивные и культурные объекты. Нурсултан Назарбаев встретился с главой Жамбылской области, который рассказал, как сейчас обстоят дела в Байдзакском районе, где недавно прогремели взрывы. Какую оценку дал первый президент работе Бердибека Сапарбаева? Обо всем подробнее Алия Кужегалиева. Эта ель, посаженная руками Ельбасы, теперь будет расти на территории исторического музея Альжан-Ана. Музей, как и село, носит имя матери Нурсултана Назарбаева. Она родилась в Курдайском районе Жамбылской области. В экспозиционных залах хранятся ценные артефакты, рассказывающие о жизни и истории села. Здесь же выставлены книги первого президента. А это сельский дом культуры. Он вмещает библиотеку. Сюда приходят местные занять досуг. Найти занятие по душе в клубе может каждый желающий. Здесь есть ансамбль бабушек, кружок дамбры и ансамбль танцев. А сегодня здесь выступает коллектив Жамбылской областной филармонии. Какой замечательный дом культуры в селе с населением в 4000 человек. Здесь есть все условия для занятия творчеством, пением, танцами. Спасибо за такой прием и выступление. Пусть голоса продолжают звучать звонко. Желаю вам успехов. Первый президент также ознакомился с работой спортивно-оздоровительного комплекса. Он включает в себя большую арену, универсальный зал, зал для занятий боксом и борьбой. В настоящее время здесь тренируется больше 400 детей и юношей по шести дисциплинам. Вольная борьба, тэквондо, каратэ, волейбол, футбол и бокс. Продолжайте усердно тренироваться, чтобы попасть на Олимпиаду. Борьба – очень хороший спорт. А есть у ребят заслуги в масштабах области. Да, они занимали вторые и третьи места на областных и республиканских соревнованиях. Теперь займете первое. Здоровье – это очень важно. Не забывайте об учебе. В жизни все пригодится. Желаю вам успешного будущего и здоровья. О ситуации в Байзакском районе, где в августе прогремели взрывы на складах с боеприпасами, первому президенту рассказал глава региона. Бердабек Сапарбаев сообщил о восстановительных работах в районе и о том, как поддерживают пострадавшие семьи. Идет активная работа по повышению уровня жизни. По итогам восьми месяцев средняя зарплата увеличилась на 23%. Продолжается работа по усилению социальной ответственности бизнеса. К сожалению, в недавних взрывах погибло 17 человек. Пострадало 122 объекта, из них 106 жилых дома. 75 из них уже привели в порядок. Работы по восстановлению остальных продолжаются. Мы вышли с предложениями в адрес правительства. Оно должно выделить дополнительные средства. Близкие погибших получат по 15 миллионов тенге и средств местного и республиканского бюджетов. Также каждый ребенок, потерявший кормильца, будет получать до 160 тысяч тенге. Вы проработали в нескольких областях. У вас большой опыт. Желаю успехов. Шла речь и о реализации предвыборной программы партии Нур-Отан. В том числе о решении вопросов в аграрном секторе и обеспечении занятости населения. Нур-Султан Назарбаев дал положительную оценку работе руководства региона. Олег Ужигалиев, итоги дня. Жамбулская область. Орденом Айбын третьей степени награждены четверо. Аделет Адельбек, Алибики Нес, Женебек Турманов. Все они были пожарными спасателями. Гафан Куадбек был водителем пожарной части номер один. В правительстве сегодня так и не смогли разобраться. Подорожали продукты питания или все-таки подешевели? Данные, которые представили Национальный банк и Минторговли, мягко сказать, противоречат друг другу. По информации Ербулата Дусаева, главы Национального банка, в Казахстане подорожали мясо, масло, сахар и овощи. Доля именно этих продуктов самая высокая в инфляции. При этом ее рост приобретает устойчивый характер, сообщил главный банкир страны. Августовский рост цен оказался самым рекордным за 13 лет. В годовом эквиваленте продуктовая инфляция достигла почти 11,5%. Однако, по данным уже другого ведомства Минторговли, цены на продукты все-таки стабилизировались на фоне насыщения рынка отечественными товарами и пошли даже на спад. За последние три недели цены снижены на 0,7% пункта. С момента их пикового роста картофель подешевел на 64%, морковь на 54%, лук на 4%, капуста на 2%. Наблюдается рост цен на мясо, овощи, масло и сахар. Вклад этих товаров в продовольственную компоненту в мае-августе этого года составил 2,55% пункта. Тем временем, четыре региона страны рискуют столкнуться с перебоями теплоснабжения этой зимой. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Североказахстанской и Алма-Атинской областях значительно отстают от плана подготовки к отопительному сезону. Это отметил новоиспеченный глава Минэнерго Мирзагалиев. По его данным, на сегодня отремонтировано только 80% котлов по всей стране. Слабые темпы в Тимиртау, основное отопительное оборудование города Металлургов в неудовлетворительном состоянии, осложняют подготовку к холодам и внушительные долги по коммунальным услугам, которые не оплачивают казахстанцы. В свою очередь, глава Кабмина поручил следить за ценами на уголь. Тем временем, спрос на уголь стал меньше в этом году. Это связано прежде всего с появлением газа в ряде регионов. К примеру, на 800 тысяч тонн угля меньше нужно Алма-Аты, Карагандинской, Казалардинской, Туркестанской и Яктюбинской областям, сообщают в Мининдустрии. Картина по запасам твердого топлива следующая. На 60% обеспеченный коммунальный сектор на половину граждан. И при этом дефицита угля на сегодняшний день нет, по оперативным данным местных властей. Вместе с тем, объемы добычи самого дешевого топлива по стране составили почти 70 миллионов тонн. Что же касается цен, которые формируют рынок, в Акиматах прогнозируют разбег от 5 до 19 тысяч тенге за тонну. Все зависит от марки угля и затрат на добычу. И в продолжении темы в Петропавловске не готовы к отопительному сезону больше 200 многоквартирных домов. При том, что ночью уже наблюдается заморозки, температура воздуха опускается до 2 градусов тепла. Провели опрессовку и получили паспорта готовности около 900 многоэтажек областного центра. КСК остальных, по словам сотрудников Акимата, не прислушались к советам, которые им давали еще прошлой весной. Тем временем, Петропавловская ТЭЦ-2 только заканчивает ремонт четырех котлов и турбин. При том, что отопительный сезон в регионе начнется ориентировочно 20 сентября. Ну, хоть угля достаточно, говорят в управлении ЖКХ. Для автономных котельных поставлено 129 тысяч тонн угля или 90%. Для коммунально-бытовых нужд заготовлено 145 тысяч тонн угля или 71%. Для центральных котельных уголь поставлен в объеме 16 тысяч тонн, при нормативном запасе 8 тысяч тонн. Впрочем, проблемы с подготовкой к отопительному сезону на севере страны возникли не только в областном центре. Спасатели нашли нарушения пожарной безопасности в домах, построенных для участников программы «Ямбек». На днях это привело к возгоранию. У жителей села Подгорная искра из дымоходной трубы попала на чердак. Задымление вовремя заметил сосед и огонь быстро потушили. Но теперь люди боятся топить печи. Нургуль Ахметова обо всем подробнее. Нурсултан Хуатов на север Казахстана переехал из Арыси. В селе Подгорном его семье предоставили жилье в аренду с последующим выкупом. Одну зиму они здесь уже пережили, а вот нынешний отопительный сезон начался с ЧП. На чердаке произошло возгорание. «Сказали, что искра с трубы попала. Написали так пожарные. На чердаке у нас опилки. За лето они полностью высохли. А когда мы печку затопили, видать огонек с дымохода под крышу залетел и начал тлеть. Балка одна сгорела. Хорошо, что сосед вовремя заметил задымление». «Во время тушения, возгорания дом залили водой. Теперь нужно делать ремонт. Семья с четырьмя детьми сейчас временно ютится у соседей. Но там тоже боятся топить печь». «Дымоход прямой у нас. Когда начинаем топить, искры в разные стороны разлетаются. Под трубой смогут попасть. А там же все деревянное, поэтому мы боимся. Супруг у меня работает вахтовым методом. Я одна с детьми часто остаюсь». Опасения жителей подтвердили и в районном отделе по ЧАЭСТам. Отметили, что дома для переселенцев построены с нарушениями требований пожарной безопасности. И если бы их вовремя устранили, то возгорание бы, может, и не произошло. «В июле месяце сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям Калужарского района проведена проверка всех жилых домов, построенных по государственной программе «Янбек». Таких у нас на территории района 87 домов. То есть по результатам обследования в каждом доме имелись нарушения правил пожарной безопасности. В конструкциях дымовых каналов данных жилых домов отсутствовало отверстие для периодической чистки дымохода печей. Проводка монтировалась у нас по горючему основанию. И высота дымовой трубы не соответствовала нормам пожарной безопасности». Пожарно-техническое обследование домов для переселенцев проводили в селах Подгорное, Чапаево, Бесколь, Налобино, Якорь. О выявленных нарушениях спасатели уведомили районный отдел ЖКХ, на балансе которого и находится жилье. В Акимате говорят, что к застройщикам и помимо этого были замечания, часть из которых уже устранили. «С мая месяца по август месяц застройщиками были проведены определенный ряд работ, которые по итогам комиссии были выявлены по конструкции, по материалам, по конструкции дома, по другим позициям. Вот эти работы были проведены. Отопительные системы меняли. Также электроповоротка полностью. Они проводили работу по обследованию, по устранению». Семье Хуатовых Акимат пообещал оказать помощь с ремонтом жилья, но участники программы «Янбек» ждут и надеются на большее. Они просят чиновников исправить недочеты в системе отопления, чтобы зимой можно было бы спокойно топить печи. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Турегин Иманов. Итоги дня. Североксахстанская область. Нурфин. Полезная информация о ваших деньгах. Нурфин. Полезная информация о ваших деньгах. Нурфин. Проект айти-компании Нургизет. В Караганде новостройки тем временем превращаются в долгострои. Получить ключи от квартир порядка 500 пайщиков должны были еще год назад. Но дом не готов и наполовину, а новоселье откладывается на года. «Нам обещают каждый раз, что дом будет сдан. Подождите, вот мы сейчас подтянем средства, дом будет сдан. Вот мы с банком переговариваем, дом будет сдан. Потом началась пандемия. Ой, извините, пандемия, мы ничего не можем делать. Хотя мы видим, что вот в округе все дома построены именно в период пандемии». Срыв сроков сдачи объектов застройщики оправдывают форс-мажором. Уверяют, что из-за пандемии на стройплощадках просто не хватает рабочих рук. Сказывается и резкое подорожание строительных материалов. К примеру, квадратный метр в этом доме в 2019-м оценивали в 200 тысяч тенге, а сейчас же цена поднялась до 340. Для того, чтобы завершить объекты, в компании намерены урезать свою прибыль. В аналогичной ситуации на разных стадиях строительства оказались едва ли не все застройщики. Есть отставания и по социальным объектам. Сложность у нас. Стоимость газоблока у нас была заложена 18 тысяч, сейчас 28-29 тысяч. Арматура. Мы до пандемии и во время пандемии стоимость была 190-220 тысяч. Сейчас стоимость 430-460 тысяч. То есть, смотрите, если бюджет заложен был на этот период, допустим, миллиард тенге, и мы должны были на миллиард тенге купить определенное количество строительных материалов, то мы покупаем его в два раза меньше. И к эпид-ситуации в стране. Статистика заболевших коронавирусом продолжает идти вниз. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 2801 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 845 тысяч. Тем временем уровень заболеваемости COVID-19 в стране за неделю снизился на 14%. С 31 тысячи до 25 тысяч случаев заражения в неделю. Меньше стала и загруженность инфекционных коек в больницах. С 1 августа этот показатель опустился до 35%, сообщил глава Минздрава на заседании правительства. По словам Алексея Цоя, стабилизация эпид-ситуации позволила закрыть больше 50 инфекционных госпиталей в стране. Что касается свежих данных по иммунизации, на сегодня первым компонентом вакцинировано больше 7 миллионов человек. Вторую дозу получили почти 6 миллионов. На востоке страны обучение в режиме онлайн продолжат 217 восточно-казахстанских школьников. У них подтвердился диагноз COVID-19. Также инфицированы 14 педагогов. Однако закрывать на карантин учебные заведения региона пока не планируют. В режиме 14-дневной самоизоляции проходят лишь обучение отдельной классы, где фиксировались единичные случаи заболевания. Причем поводов для тревоги местные эпидемиологи не видят. По их словам, ни в одной из общеобразовательных школ, университетах и колледжах не фиксировались факты массового заражения учащихся. Большинство детей заболели коронавирусом еще летом и из-за этого пропустили начало учебного года. 118 детей заболели во время каникул. Объекты образования не посещали. 99 заболевших детей обучались в оффлайн-режиме. На сегодняшний день в 59 школах на дистанционное обучение были переведены 103 классов. Закрытых на карантин школ нет. И к другим темам. В Туркестанской области в самом разгаре традиционный сбор фруктов и ягод. В этом году из-за холодной весны некоторые хозяйства потеряли часть урожая. Однако аграрии заверяют без витаминного рациона казахстанцы не останутся. Несмотря на погодные условия, сложности, ежане готовы собрать фруктово-ягодный урожай для себя и для других. На столичные и не только прилавки уже везут малину, ежевику и яблоки. Подробнее Екатерина Попкова. К сбору малины в этом хозяйстве подходят с деликатностью и даже нежностью. Хозяйка ягодного рая Калима Жанкалова рассказывает. В этом году кусты выросли невысокие. Малины ежевики меньше. А всему виной сначала весенние морозы, а затем летняя жара. Поэтому каждая ягода на вес золота. Очень жарко было. Очень жарко. Даже у нас в середине августа малины немножко белые. Это оказывается солнечные ожоги. Мы сначала думали, какая-то это болезнь. Сейчас малина даже вкуснее идет. Малину на больших плантациях в Толибийском районе выращивают только в двух поселках. Завезли ее из Польши. Калима Жанкалова признается. Хлопотно это дело – возиться с ягодой. Мало вырастить. Нужно знать, как выгодно продать. Ежевика как-то в первые годы очень была, реализация немного трудновата была. Но что-то в прошлом году, с прошлого года у нас, прям ежевика на расхват идет. Я не знаю, кто-то что-то пустил, какой-то слух с этим коронавирусом этим. Это чистый парацетамол. И в нем витамины С больше, чем в этом малине. У нас на расхват идет ежевика. До сих пор еще звонят клиенты. Есть ежевика, спрашивают ежевику. Ягодный рай сейчас на пяти гектарах. Собирать ежевику и клубнику закончили. Прямиком с грядки отборную продукцию везут в кондитерские на прилавке. Отправят ее и в другие города. Агроном Кинжигали Абдукаликов не может налюбоваться на свой урожай. В этом году яблоки уродились большие и сочные. Повезло, что во время сильных морозов почки на деревьях еще не успели раскрыться, говорит агроном. В горной местности это происходит позже. У нас в этом году был сильный снегопад. Много где яблоки замерзли. Но нам повезло, в районе другие особенности природы. Позже цвести начинают. И когда сильный холод, мы дымом согреваем. Теперь с одного гектара тут собирают по 10 тонн урожая. Для сравнения, в прошлом году было почти в два раза меньше. Но снижать цену на товар предприниматели пока не планируют. Сегодня яблоки заполняют местные торговые сети. Сбор плода овощной продукции в этом году в целом по району составляет 11 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом это больше. Кроме того, зерновые культуры у нас собрали 35 тысяч тонн. Овощей будет примерно 31 тысяча тонн. Сейчас фермеры намерены одновременно развивать несколько культур. Ведь каждый год погода преподносит новые сюрпризы. А работники крестьянских хозяйств практически все жители ближайших сел. Некоторые приезжают из соседних районов. Для них это стабильный заработок. Катерина Попкова, Азамат Саметов, Нурмахан Бекмуратов. Туркестанская область. Итоги дня. А между тем, заработок сельхозработников оказался почти вдвое меньше средней по стране. Оклады фермеров посчитали в Бюро над статистики. Средняя зарплата казахстанцев во втором квартале этого года составила 251,5 тысячу тенге. Тогда как этот же показатель в сфере АПК равен 145,6 тысячу тенге. Средний доход работников сельского, лесного и рыбного хозяйства не дотягивает до общереспубликанского больше, чем на 40%. Даже несмотря на небольшой рост по сравнению с прошлым годом. Впрочем, такая ситуация не везде. Оклады сельхозников превышают средний уровень по отрасли только в 7,17 регионах. Больше всего получают аграрии Акмолинская, Восточно-Казахстанская области и в столице. Меньше на западе страны. Низкая зарплата в сфере АПК стала причиной оттока специалистов. Сейчас в этом секторе занято 1,2 млн человек, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. И продолжаем тему. На востоке Казахстана резко подорожала сена. Цена возросла как минимум в два раза. И если в прошлом году за тонну кормов люди отдавали около 15 тысяч тенге, сейчас расценки доходят до космических 170 тысяч за один прицепт. И ведь дело не только в засушливом сезоне, на который ссылаются чиновники в причинах проблем. Разбиралась Анель Исимбердина. Калий Рамазанов механизатор в одном из хозяйств Курчума. Курчума признается, раньше на этой территории выращивали столько люцерны, что косить сено можно было трижды за сезон. В этом году картина другая. Воды нет, а поэтому и вместо урожая лишь одна полынь. Но ее сельчане вынуждены заготавливать. Вот эта полынь задавила люцерну. Вот и косим этот полынь. Может, лошадям будет давать, баранам будет давать зимой. Она на продажу не идет. Скот не будет кушать его. Она аж той. Для местных жителей такая ситуация нонсенс. Земли-то здесь поливные. Только вот весной прорвало дамбу на реке Курчум, и в выросительные каналы вода почти не попала. Еще и лето выдалось сухое без дождей. Результат омертвевшейся на костной угодье, которая раньше снабжали кормами почти 70% района, теперь едва могут обеспечить сам Саруленский округ. Мы свой округ себе можем обеспечить, а по району, в основном другие округа, которые у нас сено покупают, им сена уже не хватает. Грозит тем, что люди начинают свой скот продавать по дешевке. И неудивительно, ведь стоимость кормов возросла в разы. Если в прошлом году прицеп сена из 10 рулонов обходился здесь в 30-40 тысяч тенге, то теперь он стоит около 70 тысяч. В соседних Кокпектинском и Котон-Карагайском районах и того больше, говорят люди. Тот же прицеп обойдется уже в 170 тысяч тенге. Не удивляются такому положению дел лишь чиновники. Есть на это объективные несколько причин. В основном это один из причин. Это низкий уровень осадок в текущем году, по информации Казигидромет. Также, во-вторых, это повышение цен примерно на 15 тенге на дизельное топливо. В-третьих, рост цен на технику, тракторов. Все это и вызвало рост цен на корма, говорят в Акимате. По факту же от засухи в регионе реально пострадали только два района – Абай и Аягус. Для них из бюджета области на заготовку сена уже выделяют 130 миллионов тенге. Анна Лисенберг, Жигир Бабаканов, Восточно-Казахстанская область. Итоги дня. На западе Казахстана решают другую наболевшую проблему. Устраняют дефицит выпасных земель. Из-за нехватки угодий, кстати, в регионе также ощущают острый недостаток кормов. Земли активно изымают у тех, кто арендовал пастбище и наделы, но реально ими не занимались и другим не давали. За два года в Атараусской области государству вернули около 90 тысяч гектаров неосвоенных сельхоземель. Впрочем, многие не ждут, когда их попросят, а сами по своей инициативе возвращают в гособорот часть своих землевладений. Как и почему они это делают, узнавала Гульна Аржантасова. Это одно из крупнейших хозяйств Козылкогинского района, в котором разводят крупнорогатый скот породы ангус. Молодняк завезли три года назад. Получают хороший приплод. Но вот расшириться и увеличить поголовье нет возможности из-за дефицита выпасных земель. Можно было бы и тысяч уголов содержать, но земли мало. Всего 3,5 тысячи гектаров у нас есть. А кроме КРС у нас и верблюд, и лошади, и овцы есть. Всем карма нужны. И во всех хозяйствах такая проблема. По соседству с этим есть и другое хозяйство по разведению овец. Последние годы здесь было решено заняться племенным овцеводством. Ну а раз поголовье будет меньше, часть из 35 тысяч гектаров сельхоземель решили вернуть государству. 5 тысяч гектаров возвратили в госфонд. Сейчас занимаемся селекцией. На каждую зимовку нужно около 400 тонн сена. Сейчас занимаемся заготовкой кормов. Излишки продавали, но сейчас из-за снижения уровня воды в реке сена только нашему хозяйству хватает. Всего в Козелкогинском районе больше 2,5 миллионов гектаров пастбищных и сенокосных площадей. При этом большая часть наделов простаивала и не осваивалась. Но в рамках реализации послания президента земли отныне будут выделять только реально действующим крестьянским хозяйством. На конкурс мы представили 59 участков земли. 57 из них уже распределены. За два года фонд государства было возвращено больше 82 тысяч гектаров. Основное требование конкурса – на один гектар нужно внести 30 тысяч тенге инвестиций. В Атраусской области в этом году на зимний сезон нужно заготовить больше 500 тысяч тонн кормов. 400 тысяч тонн уже доставлено на зимовке. Сейчас эта работа ведется в Курмангазинском и Козелкогинском районах. Остальные же вынуждены завозить сено из других областей. На проведение кампании из местного бюджета выделено 400 миллионов тенге субсидий. Проблемы есть и будут на селе, но происходит и развитие регионов. И об этом мы часто рассказываем в своих эфирах. К примеру, в Козелординской области все больше населенных пунктов становится комфортнее в рамках программы «Аул Ельбесаган». А это и чистая питьевая вода, и новые дороги, и заветный природный газ, постепенно заменяющий тот же уголь и дрова. В Шиилийском районе в ближайшее время голубым топливом обеспечат еще два села, а это около 10 тысяч жителей. Кристина Алмазкоза о преобразованиях в жизни сельчан. К холодам Несанбаевы всегда готовились основательно. Закупали тонны дров и угля. Они нужны были круглосуточно, чтобы отапливать дом, готовить еду, просто умыться. Теперь в семье с нетерпением ждут, когда в аул подадут газ. Уже даже установили новую печь. Обрадовались, когда узнали, что наш аул обеспечат газом. Больше не придется носить ведрами уголь, чистить пепел. Эта работа отнимает много сил и времени. Жизнь налаживается не хуже, чем в городе. Раньше люди из села уезжали, сейчас наоборот возвращаются. Все условия для нас создаются. Главное – работой. На газификацию двух сельских округов Туран и Кирделе из республиканского бюджета выделили больше одного миллиарда тенге. Работы на стадии завершения. Подать голубое топливо планируется в середине октября. В целом, благодаря реализации программы Аул Ельбесага, качество жизни на селе заметно улучшилось. В ауле многие проблемы решены, обеспечили дома питьевой водой. Дороги асфальтируются, это радует. Сегодня наша жизнь гораздо комфортнее. Сейчас нас беспокоит только один вопрос – неработающий водный канал К3. Сброшенная вода с полей топит местность. Надеемся, что и эта проблема решится в ближайшее время. Аулы развиваются и благодаря налогам, собранным в сельской местности. То, о чем часто говорит и президент страны. Эти вливания позволяют сельским бюджетам решить многие наболевшие вопросы. Сбор налогов исполнен на 105%. На предыдущей сессии Маслихата было решено выделить средства на строительство детских площадок и решение проблем с поливной водой. Кстати, природный газ в следующем году будет доступен жителям еще пяти населенных пунктов района. Кристина Умас, Казаканад Янсибаев. Итоги дня. Казлардинская область. Как будет развиваться ситуация в Афганистане? И стоит ли ждать угрозы со стороны запрещенной в нашей стране организации «Талибан»? Ответы на эти вопросы попытались найти наши коллеги из отдела журналистских расследований. Съемочная группа проекта побывала на афгано-таджикской границе и увидела все своими глазами. Экспертное мнение, эксклюзивные кадры и ответ на главный вопрос – что может ждать Центральную Азию? Об этом и не только. Уже завтра в программе отдел журналистских расследований на телеканале «Хабар» не пропустите в 20.30. Определенно есть риски, идущие из Афганистана даже в то время, когда там находилась Америка, когда там находились американские войска. И вот сегодняшний день нам говорит, что эти риски усиливаются. Но так ли это на самом деле? На самом деле стоит ли нам ожидать вторжения ИГИЛ, запрещенных в Казахстане, на территорию Центральной Азии? Стоит ли ждать какого-то стилового прорыва со стороны Талибана, со стороны Афганистана, теперь уже на территорию Центральной Азии? Вот это вот мы и пытались понять, и об этом все мы расскажем в нашем фильме. Это была последняя информация выпуска. Остаемся на «Хабаре», потому что впереди очередная серия фильма «Келлиншан». Приятного просмотра и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok